наш эфир продолжает программа леона айнштейна голос здравого смысла здравствуйте и он добрый день и что же нам подсказывает голос здравого смысла если мы обратимся к выступлению президента украины зеленского в пятницу по моему если не ошибаюсь где он заявил о возможном перевороте готовящимся перевороте честно говоря так не очень понял что нам подсказывает голос здравого смысла ну вообще-то вот когда президент выступает с таким заявлением а заявление было такое что наши спецслужбы раскрыли готовящийся переворот что якобы значит его то ли финансировал то ли участвовал возглавлял самый богатый человек украины это ахметов и что у значит президента на руках есть звуковые но аудиозаписи переговоров значит тех кто готовил этот переворот и что значит в их числе были только украинские но и российские граждане то есть не было сказано в прямую что россия этим занималась но так сказать российские граждане подчеркнулась вот после этого в пятницу прошла неделя и все предполагали естественно что ну там в ту же пятницу субботу в понедельник пройдут искать то есть нам расскажут о том кого арестовали верно если раскрыли вряд ли можно готовить заговор сидя в уганде даже нельзя готовить заговор сидя в москве потому что ну кто-то кто должен штурмовать чего-то да заговор это таскать имеется ввиду да он сказал что военная военная доски дать не то что там перекрыть все там или все электричество нет военный переворот значит должен делать военный переворот надо был кто-то вот как любят американские теплые тела warm bodies должны находиться где-то в районе киева и в нужный момент а было сказано что он как бы готовился на 1 2 декабря а значит нужно чтобы кто-то вот рядом с этим первым вторым декабря находился в киеве чтобы оружие было чтобы средства передвижения были чтобы стану много чего надо это сказать ребята это не даже не вас на демонстрацию сложно организовать а захват там нескольких пунктов нет нескольких там целевых точек организовать достаточно сложные достаточно серьезные силы для этого нужны так вот прошла неделя и никого не арестовали обещанные аудиозаписи никто не не искать не не озвучивает ахметов сидит дома и говорит через вас эта история так сказать там на голову упали берины объялись там ли что-то еще большего бреда и вообще не слышал а в это же самое время по-моему глава разведки если не ошибаюсь военный министр оба путешествует по заграницам то есть их не вернули обратно по срочной и все это смотрится уже сейчас в данный момент как какой-то театр полного абсурда вот она начинаешь задумываться а что же произошло ведь но не упал же он там с верхней полки поезда не ударился головой потом не пришел до заседания правительства правильно кроме того кроме него одного еще там десяток человек которые если заметили что есть бешенство или там безумие у президента должны для этого не существует скрутить его отправить лечебницу вызвать там следующего человека и на то время что его проверяют вступал должность тот человек который должен как у нас витя президент замечает президента в любой стране есть человек который что-то происходит с президентом он должен иметь наступить должность а ничего этого не происходит ничего не произошло ужасно все странно значит зачем ну первое что можно сказать а значит зеленский его люди сделали это паша они знали что узнали что что-то готовится и таким образом они решили предотвратить ну хорошо если вы узнали что-то готовится то в любой стране публика имеет право знать какого черта президент главный человек в стране объявляет что у нас готовился переворот давай так сказать на стол доказательства покажи чего-то до объяснить чего-то то есть и это тоже не очень работает чит начинаешь думать дальше не происходило ли каких-то событий совсем недавно которые были отношения к украине которые вот чего-то такое да значит первое событие которое приходит на ум это совершенно непонятный визит главы цру бердса мы по моему его уже обсуждали в прошлый раз когда я был на передаче может быть не у вас где-то в другом месте а который значит это четвертый за все время истории садежат в америке визит руководителя цру на территорию таскетом ссср там были россии то есть абсолютно экстраординарное событие лишь он туда прилетел о чем-то разговаривал никакие средства массовой информации в сша об этом не писали мы узнали об этом из сми российских что присутствует он ведет переговоры там с патрушевым там еще с кем-то а теперь значит после того как российские средства массовой информации написали об этом значит тут же очень близкие к белому дому к президенту байдера и прочее наши сми то есть три всего вашингтон таймс cnn и если не ошибаюсь м с но я могу ошибаться может быть блюмберг а значит вдруг написали о том что танки российские идут в сторону украины очень тяжелое создалось положение опасность для всей украины и поэтому значит вот руководитель цру помчался в помчался в москву с тайным якобы визитом он провел там два дня значит дальше никто в мире не подтвердил что есть какие-то снимки на всегда обычно двигаться когда бук двигался было там более тысячи снимков более тысячи снимка помните вот знаменитый бук который сбил рсмк да а сейчас есть три каких-то снимка появилась которых совершенно непонятно что там непонятно кто там похоже на российские танки но они непонятно где идут это может быть очень в узбекистане или может быть там в сирии где угодно а может действительно в украине дано непонятно куда идет непонятно сколько и тому подобное то есть значит полетел он зачем-то туда пустовок россия чего-то такое значит написала вдруг наши средства информации только три из них причем очень-очень завязанные на на белый дом написали что вот он помчался разрешать проблему а выяснилось что проблемы никакой нету значит о чем он там разговаривал непонятно но почтовку он вернулся а значит целый ряд военных американских крупных всяких и военных аналитиков стали говорить что это ужасно что украине грозит страшное так сказать вот страшное вторжение россии что это будет хуже чем 14 год и чтобы линкет сказал я бы хотел чтобы путин не повторял ошибок 14 года а а байден сказал что он пошлет в украину аж несколько а военных советников и поставить летальное вооружение потом выяснилось что это те же самые значит то же самое оружие которое поставлял трамп просто еще чуть-чуть а вообще вообще что-то непонятное да когда спрашивали у украинцев ребята чего там у вас происходит ничего не происходит потому вот мы все время следим там ближайшие там зоне я не знаю у них зона там 10 километров 200 километров я не военный человек но в какой-то зоне которую они считают там зона которую можно атаковать с нее украину все тихо никаких дополнительных вооружений все нормально совершенно ничего не происходит а то что там на черном море флот устраивает какие-то там российский флот устраивает какие-то учения так они все время их устраивают а то что там русские в белоруссии там двигаются так они ну да это плохо очень мы знаем так сказать но после десятого значит после того как кое-какие наши американские люди слетали в украину вдруг поменялся то после 10 11 ноября вдруг несколько украинских лидеров лидеров я бы сказал так сотрудников администрации стали говорить о том что это будет ужасно если русские вот мы уже знаем что русские собираются на нас нападать и если это сделают теми силами которые они обладают сегодня они только завоюют луганск и донецк но даже они займут киев то есть идет какая-то странная пропагандистская кампания начатая в соединенных шансах америки подхваченные россии российские лидеры арестовали там каких-то людей сейчас там каких-то совершенно странных людей утверждают что их забросила украинская разведка чтобы этом взрывали что-то такое в россии какие-то там производили действия там на замедление астта чтобы восстановить раздвижение россии за за помощь братским народам там тому подобное то есть риторика идет из из сша из белого дома и окружающих лиц риторика идет от военных американских которые вы понимаете политически завязаны на режим риторика идет из россии при этом значит не помню кто патрушев или кто сделал следующее заявление сказав что я вам говорил уже об этом что цру это дружественная организация и вдруг украина тоже значит присоединяется к ко всем этим вот странным движением совершенно да и начинает тоже петь о том что да русские идут русские идут русские опять никакие фотографии со спутников никакие данные ничего не под не это не поддерживают и тогда тогда когда начинаешь понимать что это какая-то пропагандистская кампания которая еще раз началась в америке значит аукнулась в россии а сейчас она откликнулась в украине и начинаешь думать а зачем вот руководству этих трех стран все это устраивать вот кто больше всего испугается от всего вот этого может испугаться может испугаться больше всего народ украины правильно значит идут русские танки будут захватывать луганск будут много жертв донецкая дойдут до киева огромные жертвы то есть значит это вот компания направлена на запугивание публике украинской а зачем нужно запугивать украинскую публику а вот в чем дело товарищ байден заявил что администрация сша полностью поддерживает так называемые минские соглашения минские соглашения там включаются интеграцию донецк и луганск в том виде в котором они есть значит в украине а значит кроме того уже теперь не сам байден а и вот так сказать приближенные лица стали говорить о том что украина сама виновата надо было идти на на переговоры они не пошли такие гордые и чему это вдруг америка должна защищать украину которая так сказать вот жестоковыйная и тому подобное и как я уже сказал ведутся разговоры с россией почему-то не ведутся никаких разговоров с украины то есть украины дали понять точно также дали понять тайвань у совсем таскать до того недавно что защищать его не будут хотя подписались обещали там и тому подобное а но тем не менее они будут защищать а то же самое сейчас сказали украине ребята мы вас защищать не будем ну хорошо зачем же это нужно путина путина это нужно понятно почему он очень хочет зацапать украину там и чего еще чего дадут но при этом он не хочет ссориться с не хочет возбуждать население европы америки которые это сказать сразу начнет брыгиваться а сейчас так так хорошо нефти наверху и так хорошо газ наверху и денег много приходит зачем лодку раскачивать хочу схавать но не хочу при этом рисковать и захотите стрелять и убивать людей окей значит с другой стороны товарищ байден чего у него происходит зачем ему это нужно но у него там две задачи первая общенациональная оторвать россию из китая 2 чисто шкурная у него невероятно низкий рейтинг значит близкие к байдену организации говорят 42 процента те которые не очень за него говорят 38 то есть это вот где-то от от плинтуса 3 процента плинтус это 35 процентов то есть тех кто зарегистрирован демократами где-то 35 процентов вот они значит они плинтус когда у камалы харис 28 то есть она ниже плинтуса а значит байден либо он там три процента выше плиту словлем может пять процентов и же плиту вот у него это безумно низкий рейтинг и идти на выбор 22 года с таким кошмарным рейтингом у президента и демократы не хотят особенно 24 до него еще далеко поэтому всеми силами демократы хотят поднять себе то есть через байдена рейтинг внутри страны сделать это невозможно просто все что делает байден ведет к разрухе к ухудшению к подорожанию там инфляции и тому подобное то есть единственное где он может действовать это внешняя сторона вот внешняя страна очень удобная значит один из участников комплекта россия готов обменять так на так вы мне даете украину мы даем рейтинг а значит с украины справиться тоже как считают значит люди байдена несложно то есть руководство не согнут а проблема заключается только с народом и народ надо запугать так вот точнее байдена это чуть ли не ситуация третьей мировой войны расчехляются атомное оружие все вряд суют оружием все кошмар европа в ужасе все в ужасе тут при этом все в говне тут выходит байтон в белом фраге и всех значит разруливает и становится героем мировым и героем соединенных штатов америки вот тут говорили дедушка синильная смотрите что этот синильный дедушка сделал чего никто никому никогда не удавалось по дороге мы естественно продаем украину но это уже никого здесь не волнует единственный кто может это порушить мы тоже можем порушить но для этого нам нужно провести выбор до 22 года а до этих выборов единство это может порушить это народ украины вместе с своей армией и вот их то людей украины и пытаются сейчас запугать сказав что а россия идет несметными силами б они точно возьмут даже свои мол говорят они точно возьмут то есть как луганск там донецк и т.д. и возможно и скорее всего вы дойдут до киева его тоже займут значит сам президент начинает говорить о том что у нас д-5 колонна на собираются захватывать у нас там кошмарная ситуация мы правда предотвратили но кто знает может быть еще будет один таскать такой же цикл нападение прочее из русские к российские участвуют в этом граждане вот и а мы американцы горим его защищать нибудь не будем защищать не надеетесь не будем не будем нибудь вот в этой ситуации очень они надеются что когда начнется в действительности это сказать какая-то такая пока либерем компания по организации этой заварухи по сейчас мы видим только стоить ну так сказать я думаю что вторую степень развития будет там скорее всего три четыре пять шесть каких-то да вот когда все это будет происходить им нужно обрушить на народ такую пропаганду что народ сломался и сказал черт с ним готовы лучше лучше что называется жить на галереях чубы лет стоя вот что они хотят от украины на это и направлено собственно и точки зрения вся эта истерика и вся эта история вот и весь мой с моей точки зрения рассказ я напомню телефон в студии 847 4005 200 если у кого-то возникнут вопросы ли может быть у кого-то есть другая информация чем-то подкрепленная пожалуйста звоните 847 4005 200 не знаю как-то не особо за этим следил мне трудно сказать или возразители но всяком случае в том что вы говорите абсолютно присутствует рациональное зерно да 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 серьезно конечно я я не говорю что я кассандра да я не говорю что я знаю я говорю единственное что у нас есть несколько фактов раз слухи там истории здесь неподтвержденные тем не менее ты скажешь он происходит несмотря на то что надо искать а да вообще ничего нету и на этом успокоиться но продолжаю значит если какая-то цель в этом с другой стороны мы проанализировали задачи которые стоят перед каждым из игроков и увидели что эти задачи можно решить вот таким образом вот которым они сейчас вроде начали решать что вы сделали а я не претендую на то что это действительно правда там сто процентов или там даже до 90 процентов понятно перезвоните пожалуйста 847 4005 200 были попытки дозвониться но почему-то звонки срываются давайте попробуем еще раз может получится добрый день да спасибо большое вы на самом деле сказали то самое что я думаю значит из из трех братских славянских народов два живут в тирании диктатуре и только один пусть там со скрипом с проблемами там и тому подобное но все-таки живет в свободном обществе в котором есть и волеизъявления на уровне майданов и есть волеизъявления на уровне голосования там и тому подобное и власти поэтому и побаиваются народ иначе все было бы значительно легче для вот тех кто задумал и проводит эту операцию да я думаю что это не пройдет вот так легко как думают в россии и особенно в вашингтоне это не пройдет добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте вы знаете я слушала комментаторов украинских они далеко не заходили как вы анализе они просто высмеивают своего президента что это он себе тут устроил концерт это ему как бы не та сцена которая была до президента что он решил развлекать и общество которому нужно хлеба и зрелищ в дело в том что луганский донецкий захватывать россии не нужно они его уже давно захватили поговаривали что мол они в состоянии захватить харьков не знаю насколько в состоянии захватить они до киев потому что все таки большой расстояние народ таки поднимется против в это не не случай как предыдущие слушайте сказал с белоруссией вот но я надеюсь что все таки не дать не удастся им это это сделать но прошлый раз помог как ни странно помог я забыла этот непропетровский украинский он он стал не совпали интересы его путиным путин его обозвал там обрухал и он пошел на перекур и бы и спас таки украину я надеюсь что в этот раз он так сказать пойдет не вопреки своему предыдущему методу спасибо большое спасибо да ну с вашего позволения я отвечу за минуту да я по-моему не сказал что кто-то собирается нападать на кого-то верно я сказал прямо противоположную вещь нам разыгрывают спектакль спектакль для того чтобы играть моральное давление на украинский народ добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте вы недавно побывали в гостях в грузии и ваш визит как раз совпал с тем моментом что к грузии вернулся сакашвили его посадили и как вы считаете вот какая цель была у сакашвили убить он же не глупый чего но вполне осознавал того что его посадят причина того его возвращение спасибо ну причина возвращения в том чтобы гальванизировать обстановку собрать воедино оппозиционные силы и там выиграть какие-то выборы там и тому подобное и я думаю что он немножко переоценил вот знаете иногда люди тысячи часто люди говорят да мы пойдем мы сделаем а когда приходит момента там то дождь пошел то слишком солнце греет то бабушка заболела то еще что-то от слова до дела очень далеко я думаю что в каком-то смысле значит не холк как они его называют поверил поверил в то что в его приезд больше больше раскачали сорвучем раскачал но с другой стороны а еще одна мысль которая конечно была у него в голове что безумно редко из изгнания возвращают кого-то кто сидит за границей становится президентом стороны руководителем страны и прочее и достаточно часто как ни странно из тюрьмы потому что тот кто сидит в тюрьме он в глазах народа он пострадавший а тот кто уехал он уехал или этому выдворили там убежал там не знаю да то есть бывали конечно такие случаи там вот хомини там привезли из арада но его в америкам возила насколько я помню да вот они сами иранцы а так что я думаю что он поехал считая что он сможет раскачать грузию и даже если его поставить тюрьму и вот народным возмущением вытащит спасибо ли он давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут послушаем рекламные объявления после чего вернемся обязательно продолжим возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль на тот случай если у вас будут вопросы а ли он если позволите ну уже несколько иная тема тема вакцинации тема вируса тема вот вот это вот болезненная тема которая похоже не покинет нас никогда новый вирус который открыли новый вариант вируса омикрон который вначале открыли кстати обнаружили в калифорнии насколько я понимаю сейчас уже в других штатах но вот после того как обнаружили в калифорнии там нью-йорк отличился кэти хоккл по моему ее фамилия исполняющий обязанности губернатора быстренько предприняла какие-то такие драконовские меры а тут зиц председатель выступил с планом на зиму так сказать по борьбе с с вирусом мало того сегодня он провел пресс-конференцию говорил о том что ну в показатели министерства труда о том что количество новых рабочих мест гораздо ниже чем предсказывали специалисты там говорили по-моему 600 тысяч а на самом деле 200 тысяч но при этом уровень безработицы упал до 4,2 процента правда при этом я должен оговориться они не упоминают цифру занят в смысле фо как как же это называется вот ешьте уже говорила я объясню что ты хочешь сказать значит когда мы говорим уровень безработицы в голове у нормального человека возникает следующее вот в америке там столько-то человек работающего возраста когда не могут работать а вот из них такое количество работает а такое-то не работает это неправильно потому что может кто-то не хочет работать а может кто-то но не знаю там пускать у него бабушкины дедушкины деньги там искать он попрошайниче он ворует он что-то еще делает если он не собирается идти на работу а как же это выяснять вот придумали такой способ выяснения а сколько заявок новых заявок по значит дайте мне денег на безработицу сколько поступает и вот из этого они считают в этом месяце поступило там десять заявок я утрирую здесь просто 27 тысяч пятьсот три четыре там а в том месяце поступило 15 о как хорошо в этом меньше на 50 процентов меньше заявок и они из этого начинают считать уровень безработицы у нас значит понизился броши меньше народу ищут вранье это вот и все этих цифры их абсолютное вранье вот я езжу по калифорнии по лос-анжелесу езжу на каждом углу на макдоналдсах висит ищем значит обращайтесь туда-то ищем там того-то 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 на всех заведениях мы приезжаешь во всех магазинах которые я закажу написано срочно требуется кто-то срочно означает что огромное количество не занятых рабочих мест одновременно огромное количество людей которые не работают но они не подают новые заявки почему они сидят на старых им продолжают платить по безработице никого не уходили никуда не заходили они просто сидят дома и присылают чеки и на карточке теперь нужно тебя даже рассылать просто разбрасывают нажимают на кнопку разбрасывают на карточке эти самые деньги им выгоднее сидеть дома даже после того как отменили добавку эту самую федеральную и многим выгоднее сидеть дома чем идти работать они хотят чтобы их выгнали с работы они хотят чтобы поэтому вот то то что нам рассказывают они забывают рассказать как они все это считают я извиняюсь я не до конца все объяснил естественно это более сложно чем то что я за минуту могу объяснить но суть заключается в следующем уровень безработицы это абсолютный обман если только не рассказать еще как его выясняют или рассказать все остальные сопутствующие цифры то есть work force participation rate это называется вот очень хорошо да это значит а из вот этих вот а количество людей которые могут работать то есть находится в определенном возрасте не инвалиды да значит какой процент из них работает а какой нет это и есть work force participation rate то есть процент людей которые участвуют в работе вот эту цифру надо называть вместе с тем уровнем безработицы еще несколько цифр это будет понятно иначе вообще чуть поля ну для примера скажу так скажем девятнадцатом году вот этот рейд был где-то 63 и шесть сотых процента а в двадцать первом году это значит что это значит это значит 63 процента людей работал у или искали работу это вот 63 процента людей которые либо работали либо искали замешаны в этом рабочем цикле в двадцать первом году это шестьдесят один процент и четыре десятых процента то есть практически 2 на 2 процента снизился снизилась эта цифра 2 процента это колоссальная цифра очень много конечно с учетом нашего населения да то есть мы мы те кто работает кормим еще дополнительно 2 процента людей раньше кормили скажем сколько 38 а сейчас кормим 40 да 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 абсолютно давайте попробуем принять звонок добрый день здравствуйте можно спросить вот эти граждане которые работали их выгнали за то что они не провакцинировались имеют ли они право на пособие по безработице спасибо за замечательный вопрос вопрос на самом деле ужасно как бы простой допустим что а на самом деле нет в каждом так сказать случае в каждом штате в каждом там городе и прочее прочее своей юрисдикция но уже байденовская администрация выдумала что есть людей выгоняют по этому поводу или они не приходят на работу по этому поводу потому что он выбирает если в вакцинировать и победы приводит то они не а них просто их их даже не увольняют их отправляют где оплаченный отпуск то есть они не а что не имеют право да и вот в нью-йорке кстати где приняты эти жжё жесточайшие меры там шорточ или нехватка медперсонала колоссальная там десятках тысяч и плюс ко всему они так сказать пытаются людей лишить работы потому что они отказываются вакцинироваться хотя в двенадцати штатах суды признали это незаконным и приостановили то это безумие все зависит от законов штата в каких-то штатах можно это сделать незаконным в каких-то нельзя потому что у них там скажем так сказать их их конституция написана таким образом что дает довольно широкие полномочия исполнительные никто не думал что такое вообще может случиться но дает широкие полномочия исполнительной власти и вот скажем нашим примером все время является последнее время флорида да и во флориде просто они меняют законы они они выстраивают их под ситуацию сегодняшнюю а дело их честными нормальными научными обоснованными научно и тому подобное совершенно с моей точки зрения замечательным лидером этого штата ровным десантисом который большим честных годов был конгрессменами когда не очень никак не мне относился на счетом такой не в первой десятке да и когда он пошел баллотироваться на губернатор я тоже про себя еще подумал что это они вдруг нашли такого до выяснилось он что-то потрясающий и администратор и лидер и политик так что такая восходящая звезда но для флорицы просто сейчас горды невероятно своим штатам паши горящих на одно из немногих мест сша в котором до сих пор тысячи ты живешь в америке ли он не могу отказать себе удовольствие зачитать как коротенький текст и кожи его в эфире произносил но действительно не могу отказать себе удовольствие автор неизвестен это вот что касается вакцинации к вида третья доза усиливает иммунитет поэтому после 4 дозы вы уже защищены когда 80 процентов жителей получат пятую дозу ограничение можно будет смягчить потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться мы спокойно и верим что седьмая доза решит наши проблемы и у нас нет никаких оснований бояться 8 дозы клинические исследования 9 дозы доказали что антитела сохраняются стабильнее после 10 дозы 11 доза гарантирует что не будет новых мутаций потому что нет повода критиковать идею о 12 дозе смех сквозь слезы это да к сожалению это было бы смешно если мне было так грустно то есть вот даже этот этот новый вариант к вида который обнаружили сначала в африке и те кто его обнаружил доктора говорят что он протекает довольно со слабыми симптомами то есть простуда типа головная боль усталость там все такое смертность как бы люди от него никто еще ни один не умер от этого варианта к вида но тем не менее это дает тираническому правительству тираническим режимом возможность вот как в нью-йорке как бидонка о чем бы он не говорил об экономике о том и всем нашу чтобы решить наши проблемы сказал заключение лиц председатель мы должны провести очень успешную кампанию по бустеризации уже уже не по вызову вакцинации потому что вакцины которые они по-прежнему толкают и делать обязательно уже доказано что они не защищают от того что заразиться не гарантирует того что вы не передадите заразу вообще непонятно что а вот теперь новая мулька это бустеризации вот он собирается провести кампании сказать правительство тратит колоссальные суммы денег на рекламу в вот этих вот мероприятий колоссальные деньги тогда они берут что называется у нас с вами в кармане либо подписывают обязательства что мы с вами будем их выплачивать еще с процентами но это любимое занятие на самом деле правительство вообще демократы просто больше больше воруют чем ну и больше больше таскать вот разборка разбазать его разбазаривают чем республиканцы но ведь это же хороший все тратят добираются до кошелька так сказать которые они не зарабатывают на из которого они тратят они просто проявляют невероятным можем и если если конгресс свое время дал разрешение себе самому выписывать любое количество денег то есть брать любое количество денег из нашего кармана либо подписывать договора чтобы взять любое количество денег а мы будем это отдавать а потом они же являются теми людьми которые решают что с этими деньгами делать то здесь не ошибаюсь сорок второго конгресса а у нас двугодичные конгресса если помните да два года не четыре два так вот сорок второго конгресса могу ошибаться в сорок третьего значит до него до вот этого решения что мы можем брать деньги с людей конгрессы обычно писали там 50 60 тысяч страниц указов законов а с момента придумывания перед того что не придумали что можно у нас брать деньги стало 500 тысяч а где-то 2 миллиона страниц законов пишется каждые два года все они все они написаны нет извиняюсь 98 процентов написано о том какие новые деньги у нас украсть и два процента о том как назвать мосты давайте попробуем принять звонок добрый день добрый день спасибо за ваш анализ вот у меня такая мысль вот никогда такого истории америки не было но оставляет допустим не пищу и приведем мы все допустим как вы говорите я это тоже знаю что у них оба у байдена и нашей известной сущейся президента у них было как говорится но ниже клинтуса почему бы не выставить импичмент вдвоем на боссов же понимаете и сказать ну хорошо они допустим этот тандем не работает почему республиканцы не выставить такой как говорится и даже демократы не выставить такой как говорится мульку такую чтобы вот их двоих уже избавиться от них потому что если дает 1 а вторая еще хуже чему это первое такое рассуждение а второе у меня такой вот вы знаете вот сейчас которые эти суды проходит вот эти самые даже чикаго этот суд который проходит и как это все это замалчивается этим известным чеси смоляты и все остальное и даже с этим как говорится они уже поставили этого алика болгана тоже уже не стрелял по сути дела кто стрелял непонятно нужно на и пися себя выставил что он не стрелял как вы думаете по этому поводу как это вся мулька связывается вот допустим со всей этой политикой что не происходит ну первая мысль мне очень странно демократы выставляют импич своего президента то есть своего собственного демократа президента до большинству так называемых демократов это нравится очень то что происходит есть всего несколько среди них которые там манчинт в сенате там это самый за из аризоны сейчас забыл на сходу фамилию у нас есть то есть буквально по пальцам можно перечислять все остальные абсолютно согласны с тем что происходит счастливы а часть из них кричит надо больше брать надо больше гнобить капиталистов они ненавидят соединенные штаты америки ненавидят свободу ненавидят предпринимательство ненавидят честное распределение честное по честному методу я заработал это мое они завидуют уже не могут и поэтому всеми силами стараются ограбить чего вдруг они будут заниматься импичментом президенту а каким образом могут республиканцы находясь в меньшинстве и в конгрессе и в сенате удален выставлять сколько угодно никто не примет у них даже в повестке дня их выставления так это не делается обычно вот но насчет того что суды у нас так сказать немножко странноватые и правосудие она что называется фибида сняла повязку с глаз ну вы так сказать если помните хилари клинтон стерла 30 тысяч имейлов после чего вышел руководитель значит фбр значит и сказал что фбай по английски и сказал что ни один значит прокурор не возьмется за это дело доказывать в суде что она виновата то есть их только что совершил преступление больше чего нам говорят что ну что вы что вы ну как можно даже подумать что она в чем-то виновата она преступница да да ни в чем не виноват а ну я думаю что и до этого но с этого момента просто стало понятно что правосудия все мешают к америке нету нам везет потому что есть честные судьи нам везет потому что есть честные присяжные которых пытаются запугать если помните вот с кайлом историю то msnbc просто пустила человек людей зам одного или больше чек идти сзади членов жюри ехать сзади них и показывает что мы знаем где вы живете зачем это они делали перед тем к те начали приняя потом по поводу и слава богу что оказалось 12 человек которых не удалось запугать а многих других запугали бы так что нам невероятно повезло из кайлом и с этим жюри еще с несколькими другими судами и судьями в том что все таки еще американская без генела и том что только не только среди нас с вами есть нормальные люди в америке ли он поскольку вы живете в калифорнии несколько слов о ценах на бензин потому что во время своей пресс-конференции сегодня здесь председатель сказал о том что я предпринял какие-то неординарные меры 50 миллионов баррелей нефти вот выпустил что позволило снизить цены а в будущем еще больше снизит но я не знаю у нас вообще никакого впечатления на наш рынок бензина не произвела вот этого сообщения о 50 миллионах и открыли их они открыли я не знаю это конечно полный бред ради цен открывать государственный запас а если сейчас случается изменяюсь если если война если чтобы сидим без него ну ладно хорошо открыли значит цены как стоят как они были где могут только про лос-анджелес да значит как они были от скажем где-то 470 до 5 долларов за галлон так они остаются я думаю что они даже немножко повысились за 480 485 я видел уже 495 моя жена говорит что она заехала где-то и видела 5 с каким-то гаком чем она горит не 0 1 цент какой-то сказать она называла там 525 25 но я честно не видел но 5 это уже нормальная цена то есть по сути дела если с цены 5 долларов вдруг на 25 центов снизит цену и это величайшее достижение за председателем этим и пожертвуем-то вроде а нам нам сказал путин две недели тому назад что по их расчетам потому как рынки развиваются и что происходит в америке с нефтью и тому подобное значит цена барреля легкой нефти будет 100 долларов значит прошло 48 часов после этого вышел вышла аналитика бэнков америка который скажет что она ошибся и что по их расчетам будет 120 то есть мы мы смотрим а сейчас 80 то есть путину такое счастье от байдена ну просто не бывает европейцы ему сделали газ продает он в 3 с половиной раза дороже чем раньше продавал по 3 сейчас продает по 1000 долларов тысячу кубов а значит байдену обеспечил что он там с 35 там 38 как при трампе вылетела на 80 . в два раза да я щадя не слежу особенно за этим я говорю там приблизительно до плюс минус а если это будет 120 то это еще 3 то есть у нас 8 9 долларов будет стоить бензин тогда все делается для того чтобы никуда не ездили зачем мы должны куда-то ездить сидит дома и никому не мешать да кстати из этих 50 миллионов баррелей нефти байден вел переговоры с индии с китаем 18 миллионов он хочет отправить помочь стратегической нефти какая прелесть ну то есть я не знаю вот найдут ли люди которые голоса но я знаю тут у нас есть несколько радиослушателей которые не голосовали за трампа потому что один сказал потому что трамп рассорил нас со всем миром вот найдут ли они оправдание вот этому действию борьбишь найдут очень легко он хотел сделать всем хорошо китайцам тоже надо жить у них тоже маленькие дети вот я думаю вот эту операцию по дешевой продаже нефти китайцам он будет проводить через компанию с которой связан его сынок 7 процентов господа демократы еще я все время вот это почти двухтриллионный закон би 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 вот этот проект его безумный по которому он все я все время пытаюсь объяснить людям вы понимаете в любой завод как вы сегодня справедливо сказали там 2 процента пишут меняют название а все остальное это для того чтобы деньги были не только для того чтобы с нас собрать денег но и для того чтобы своим донорам дать денег то есть кто-то лоббирует какой-то законопроект и лоббирует он как правило потому что лоббисты оперируют миллиардными суммами то есть какие-то компании группы интересов выделяют миллиарды долларов для того чтобы пробить тот или иной закон и вот представляете лоббисты которые лоббируют вот этот законопроект би 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 хотя они нам байден пытается нам его продать под предлогом что мы вот в этом законе так сказать повысим налоги на этих проклятых миллиардеров миллионеров а средний классами же миллиардеры и спонсируют этот закон вот я и хотел сказать то есть миллиардеры тратят миллиарды долларов на лоббистов которые лоббируют закон по которому миллиардеров якобы так сказать обложит дополнительным усиленным налогом но вот любой человек здравомыслящий конечно не вагина головы здравомыслящий может себе такое представить вот я с вашего позволения две минуты вот например ввели там некий налог которым они говорят а во первых все крупные банковские финансовые прочие организации тут же уходит этих налогов потому что в них всегда заложены они когда лоббируют они уже знают что этого заложили чтобы им самим уйти из этого да вот представим все что действительно все происходит так как вот как байден нам рассказывает и вот тесла собирается строить второй завод на котором она будет занимать там две тысячи человек там три тысячи семей будут этого кушать 15 человек в округе начинают их снабжать тысячи предприятий и тому подобное вот они взяли и лишние деньги забрали теперь у них нет денег построить этот завод и что почему это хорошо стране почему это хорошо жителям почему это хорошо тем людям которые живут вокруг почему это хорошо всем нам да если у теслы забрали деньги которые она собиралась вкладывать в расширение производства я честно вот меня убей бог я никак не могу понять как можно не понимать этого говоря это хорошо когда у капиталистов забирают деньги забирают и что раздают ну раздали все пожрали еще немножко кто-то выпил кто-то там машину починился то зубы там потрясающе да но только они останутся на по безработице получать без того чтобы идти на работу в теслу и в предприятия которые туда слово обеспечивают то есть мы даем возможность подаем подачки людям вместо того чтобы организовать им достойную жизнь вот и все кстати он все время говорит вот в связи с тем что при трампе был принят закон налогообложение так сайт реформа корпорации не заплатили ни копейки там в законопроекте в этом в этом законе вернее предусматривалось что если корпорации инвестируют деньги в развитие производства то это списывается с налогов и вы знаете как бы я лично персонально так сказать не относился к безусу я тут вынужден был возврат сделать какой-то получил какой-то товар через амазон и мне нужно было вернуть и там у меня не очень много вариантов куда вернуть можно было и один из вариантов это amazon hub тут варлингтон-хайдс у нас недалеко я поехал туда искать там от грохана такой вархаус там стоят сотни этих машин которые осуществляют доставку я думаю что благодаря вот этому как раз закону который трамп подписал amazon построил вот таких штук по всей стране массу то есть на работу людей они приняли тысячи это вот как раз то о чем вы говорите это вот как раз то с чем я столкнулся вау то что я увидел воочию то есть с одной стороны они не заплатили налоги с другой стороны они расширили свою деньги они наняли а огромное количество людей они удешевили нам продукцию и они сделали это невероятно удобным я тоже вчера возил заказали там лиц лишних там ламп заказали какое-то количество пришло и вот я взял значит я начал сдавать и мне пишут компьютер не нужно тебе ничего самому там паковать и прочее отвези их вот по такому-то адресу я поехал whole foods магазин зашел туда мне говорят amazon вот сюда зашел приемщица стоит девочка взяла тихо 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 большое спасибо сами запакуем сами отправим не успела прийти домой мне вывести сообщение по вашим двумя тем самым деньги уже возвращены на ваш на ваш счет на вашу карточку ну потрясающе да это надо было все организовать это сделать же нам всем удобно нам всем дешево насколько народу действительно заняты это позволило дантистам модернизировать свои кабинеты расширить офис и поставить новое оборудование списать это с налогов то есть таких примеров масса а вот на это он делает упор вот эти богатые не заплатили налоги и люди которые не очень в это вникают на это ведутся да вот сейчас мы этих богатых прижмем а нам они тут помогут нам они сократят налоги никогда еще повышение налогов не обошло стороной средний класс никогда то есть те кто вверху корпорации они либо и индивидуально получают вейвар либо еще каким-то образом а вот те кто не имеет своих лоббизма среди средний класс они получают по полной программе абсолютно верно ли он огромное спасибо как всегда очень интересно и до встречи в следующий раз до свидания